На прошлом занятии мы с вами познакомились с понятием нейроортопедической патологии. Такая у нас жизнь, что живем с ними по понятиям. Поэтому новое понятие, с которым мы с вами вчера в спорт раз познакомились, это было понятие нейроортопедической патологии. Вкратце, может отсутствовал, может он не понял, бывает. Значит, нейроортопедическая патология, это патология, которая проявляется внешне как ортопедическая, деформация, асимметрия, болевые синдромы, но в ее основе лежит неврологическая дезорганизация. Вот первая неврологическая дезорганизация, дектора, к сожалению, наши с трудом воспринимают. Прошусь для болотки. Вот чтобы еще раз это продемонстрировать более-менее доходчиво, я еще раз попрошу кого-нибудь, можно не раздеваясь пока. Кто не любит? Есть желающие? Помните, мы на последнем занятии с вами разбирали, что пришел пациент, у него горит поясница. Помните, да? Но я сказал, мы его протестировали на очень мудром аппарате, кармин-право-абриотическим монитором, но я сказал, что судя, точнее аппарат сказал, не я сказал, только прочитал, вам сказал, что проблема не в пояснице, то есть лечить поясницу оперативно, риоперийно, мануальной терапии бессмысленно, потому что проблема поясницы находится не в пояснице, где мы говорили, таз и нижние конечности. Возникает сразу вопрос, ну вы что понимаете, советский доктор привык лечить то, что болит, что жалуется пациентом, если, по-моему, не жалуется на ноги, то человек лечит, и поэтому к этому привык, потому что если он болит поясница, ему лечат ноги, или еще худший вариант, болит голова, лечат ноги, или болят ноги, я лечу другую ногу, то такой доктор, такой пациент, от такого доктора что сделает? Забежит в первую же, после первого же сеанса, или там после второго. Почему? Потому что это решили с вами, что, да, мы сами решили, что причина не в самих ногах, а в той дезорганизации нервной системы, вегетативной симпатической и парасимпатической отдела, и аппарат это показал. А теперь возникает вопрос, почему это возникает? Причин очень много, я вкратце буквально еще раз повторю. Вы правша или левша? Нет, правша. Вот наша коллега утверждает, что она правша. Значит, если она правша, у нее должен быть, должен быть, то есть левая волошаря доминирует по функции своей. Все помнят о чем я говорю, да? Значит, право, у вас должен быть доминирующим, право, как это нам быть, доминирующим, право, на какой, какой, доминирующим. Доминирующим. А вообще, это хорошо или плохо, правша или левша? Я не скажу, что не понятно, что вы действовало. Ну, ваше мнение. Это хорошо или плохо? Нормально. А еще, например, это лучше. Лучше, когда... Лучше, когда симметрично. Да, право и реагогологи на работе. Ну, с биологической точки зрения, да, действительно, лучше, когда он получает автономный и гармоничный. Но социальный фактор, ведь мы, люди, подчиняемся не только биологическим факторам, но и какими же? Социальный. Но социальный фактор, письмо, например, инструменты, ну и так далее, то есть те же ложка, вилка, да, это все факторы, которые внесли в нашу биологию какой-то вклад. Хорошо, если этот вклад положительный. Ну, а если это хаос внесли, то вот оно будет нейрологической разорганизацией. То есть центральная нервная система не знает, как ее реагируют на, казалось бы, обычный, нормальный, не патологический даже раздражитель. То есть когда патологический раздражитель, то всем вроде понятно. Лежит больной на операционном столе, в голове у него кирпич, плава прогон, лужи крови, и все довольны, все смеются. Они знают, что надо делать. Но когда у пациента нет в голове кирпича, нет лужи крови, нет структурных нарушений, ну у него что-то болит, и он не знает, что оно болит, и доктор не знает, что оно болит. Тут ни у доктора, ни у пациента от этой проблемы крыша что делает, почему-нибудь посвежает. Ну вот давайте выясним, действительно ли она правша? Может она пьюща на левша? Может такое быть? Да, да. Запросто. Для этого мы проводим самые простые элементарные, вы можете параллельно, пока я показываю на коллегии, может на себе, и сами для себя, а себе много, знаете, много, тут же на лекции. Выделите, вот это картина квадратик, видно? Да, вот вы пальцы, вот так вот, двумя глазами, смотрите, чтобы ваш палец попал на эту картинку. Попал на середину картину. Теперь закройте левый глаз, потом закройте правый глаз. Получили, смотрите, одним глазом, потом вторым. Что вы увидели? А все повторяются. Второй глаз закрыт, расстояние между пальцами, это только больше, чем... Правда. Значит, смотрите. Когда человек навел резкость двумя глазами на эту картинку и совместил свой палец с картинкой, картинка была в центре, или набрал палец в центре картинки. Когда он смотрит правым глазом и левым, правый центр остается, левая картинка что сделала? Смещимость. Смещимость. Доминирующий правый глаз. Смещимость. Сдор видос глаз. Значит, вы на базе доминирующие. У вас, соцвета зрения правая и левая, база одинаковая? Ну, какая? Это не секрет. Когда? Ну, в моде плюс-мимус. Нет, ну, если вы не знаете, это так не надо. Обычно доминирующий глаз лучше к качеству зрения. Поэтому он не доминирует. У нашего коллеги правый глаз доминирующий. Ну, что, с глазом понятно. Сделается вот такую позу. Поза Наполеона. Правая рука сверху. Доминирует правая рука. Понятно, да? Поба Наполеона. Сюда лежит. Я буду здесь, если немножко не подойдут на нас, немножко простите. Уже так? Нет. Не так. Ну, надо, не берите. Надо, чтобы он был. На стол. Правая рука. Вот внезапный толчок внезапный. Ну, к сожалению, внезапный не получился, поскольку... Уже ожидал. Уже ожидал, да. Но смысл вы поняли. Вы производите внезапный толчок вдоль ногу. Если он правую ногу выставляет, доминирующая правая нога. Если он выставляет левую ногу, доминирующая левая нога. Значит, у нашего коллеги правый глаз, правая рука, правая нога. То есть, есть надежда, что действительно она действительно правша. То есть, левая полушария у нее работает как? Доминирующая. Ну, проверим, потому что это может быть... Итак, что в жизни делает левая полушария? За что она отвечает? За художественные образы. Да. Сейчас я найду исходную сильную мышцу. Вверх сильнее. Хорошо. То есть, это то, что я делал в прошлом занятии. Я провел лучшечное тестирование средней порции дольтовидной мышцы. Можно любую другую мышцу взять. Так я хочу среднюю дольтовидную мышцу, а ее удобнее тестировать. Чтоб вам было видно. Хорошо. Хорошая? Ну, в той же время была хорошая? Хорошо. Все довольны. Я довольны. Все довольны. А теперь давайте вопросим пациента. Глядя на прекрасную природу, которая буяет за дном, сочинить нам стихотворение. О том, как зелено вокруг, какое небо там, да-да-да-да-голубое, да-да-да-дучки. Можно про себя. Чтобы мы не шокировались. Галантами, да. Можно про себя. Но лучше условно, чтобы мы в этом были учились. Поехали? То есть, какое полушарие работает? Вверх. Вверх. Сильнее. Никак. Раз разница. Долго вы после того. Да. Есть какая? Открышение полушария. То есть, как только человек включил левое полушарие, крусть на образное мышление, силы его что сделали? Покинули. Покинули. Когда возник хаос и нервная система, то, что мы называем нейропатологической дезорганизацией, это рефлекторная организация. Вот если такой пациент будет к новопатологу, то новопатолог органической патологии у него что? Не найдет. Поэтому бормотолог беспомощно разведет руками, скажет медицина здесь что? Бессильно. Если такой пациент с болями где-нибудь придет к ортопеду, ортопед сделает с ЛМ, с ног до головы, все диски на МРТ просмотрит, и возможно там ничего не найдет. Если не найдет, то даже то, что он найдет, никакого отношения к проблемам нашего пациента как правило не имеет, то он скажет, что медицина, что бессильно. Поэтому мы имеем дело с донозологической диагностикой с вами сейчас. То есть мы должны предвидеть, какие проблемы должны возникнуть у нашего пациента, особенно если это спортсмен, например. То есть не когда он лежит на персонном столе проводить диагностику в постели больного, ордясь своим искусством, а мы должны провести диагностику, когда пациент ходит, стоит, бегает, соревнуется, и тогда уже подарок будет наше искусство. А не тогда, когда мы будем лечить больного на постели, потом мы начинаем лечить энергично. Так ли шаг или прав шаг нас поселит? Да, прав шаг. Ну, смотрите, еще раз. Нагрузка на рове в повышение вызвала дезорганизацию цитеронеросистентства. А почему же право не работает? Давайте право проверим. Что отвечает право повышение? По золотистике, латнической мышцами. Счет, самый простой, счет. Считайте, можно про себя. 100 минус 3, то есть 97, 94, 93, так. Читаем? Вверх. Есть разница? Нет, разница есть, я ее чувствую. Но я для вас ее спрашиваю. Есть разница? Есть. Какая сильнее была? Значит, понимаете, левша, натуральный, но социум проклятый. Девятый, беспрощадный социум из этого пациента, из нашего коллеги, из меру кого? Процессор. Процессор. Процессор сделан. А в натуре? А у меня родители левша. Я не знаю, это не левша. Не левша. Ну, так может быть ими, скажем, если уж копаться, так сказать, детали. Но это не самое главное. То есть, будет ли нервная система этого пациента адекватно реагировать на любое распространение? Ну, механические, химические, психоэмоциональные и так далее. Будет или нет? Да. Да. А вряд ли. Может быть, урокида будет регулировать адекватно, а урокида обязательно outfits lumièreсь адекватно. Но в любом случае будет нейро防лическая г�로рганизация, которая приведет к изменению мышечного тонуса, которое приведет к нарушению микроциркуляции, который приведет к нарушению тропических свойств, который приведет к к хорошим структурным изменениям. И если мы будем искать и лечить органические изменения, то мы будем пить гипотизм позади паровозы. А наша задача увидеть это все до того как, то есть до мазологической дианосика. Вот почему мы говорим о нейро-ортопедическом изменении, которые могут быть патогенетически значимыми и могут быть саногенетически значимыми. Чаще всего, я повторюсь, я говорю, что клиническую манифестацию имеют саногенетически значимые изменения, поскольку они несут на себе бремя наших сегодняшних забот. А патогенетически значимые, они когда-то болели, возможно, когда-то у них были нарушения, но пациент тогда-то уже что сделал? Забыли, а потом он был в ветеранем детстве, а потом пойти субклинически, и он его просто не отреагировал. Почему я еще раз повторил все это дело? Значит, если все больные разные, если у них у всех разные проблемы, и они по-разному реагируют, когда-то вы на одни и те же раздражители. Ведь все сидящие в этой комнате сейчас подвергаются практически одному и тому же раздражителям. Но реакция у всех, поверьте мне на слово, будет какой? Разная. Все согласны. То есть это, не надо иметь лучшее мистерское образование, чтобы вы это понимали. Раз все имеют разную реакцию на один и тот же раздражитель, а мы в качестве лечебного фактора выбрали механический раздражитель, то есть и мануальная терапия, и лечебная физкультура используют механический раздражитель в качестве лечебного фактора. Понятно, да? Поэтому и лечить этого больного, ну не этого, этих больных, этих пациентов, которые к нам придут, надо будет как? Разному. Как? По разному. Дифференцированному. Дифференцированному. Ну спасибо. А если мы будем лечить дифференцированным, то нам нужна технология, которая позволила дифференцированно подходить к тому или иному пациенту. Как оно отличается? В частности, мы сегодня поговорим о технологии, которая позволяет не только диагностировать, но и коррегировать патогиомеханические или функциональные изменения. Ну здесь 5 минут рекламные паузы, то есть я составляю Димитровский медицинский центр народной медицины, основан в 1937 году, и Димитровский региональный общественной терапии. А может это я хотелось? Это у нас? Это у нас. Почему мы сейчас говорим о том, что имеется вот такой всплеск интереса среди пациентов, среди врачей к методу, скажем, нефармакологической, физической реабилитации или коррекции? Для этого есть иного патора, в первую очередь это, конечно, экологические проблемы, которые подавили наше общество, это и экономические. И вот среди всех этих технологий, которые на сегодняшний день современные медицины используют, существуют технологии, которые не используют медикаментозный патор, используют ручное дозированное механическое воздействие с целью диагностики нейроотопедических изменений или патор механических, мы договорились их называть, или они же функциональные, выявлять их и коррегировать. Коррегировать с какой целью? С целью повышения уровня адаптации человека к условиям среди питания, с целью коррекции громиостаза и его самое главное, самое бросающееся для нас глаза, то есть гомеостаз, адаптация, это мы безписально, то есть это не изучим. Почему мы определяем? Помогли мы больному, или его статико-динамическим свойствам, или статико-кинетическим свойствам, осанка, походка, и так далее. Так случилось, что мануальная медицина долгие годы осталась за пределами интересов врачей. Врачи считали, что это бабкины-деткины сказки, что это практика шаманов, костоправок и так далее. Да, действительно, вы же понимаете, что святое место пустое не бывает, и если люди в белых халатах игнорируют нечто, что-то какие-то проблемы, то эту методику освоили и прекрасно использовали народные целители, костоправы, и по сей день ею пользуются. Ну и до тех пор, пока мы будем хамшински относиться к этой технологии, мы имеем в виду люди в белых халатах, то это также будет иметь место. Мануальная медицина, основываясь на эмпирическом опыте костоправных школ, техник, современная мануальная медицина, экспериментально, клинически подтверждает эффективность тех, кто имеет методовопречения и дает рекомендации, задача наша какая? Дать рекомендации клиницистам, как перегировать ту или иную патологию. Сейчас остальные слайды, чтобы у вас киски заело. Перематываю. Особенности той технологии, о которой мы сегодня будем говорить. Почему она до сих пор, по крайней мере в нашей стране, не может найти достойного положения среди прочих технологий? Повторюсь, что, может не повторюсь, я просто информирую вас, что в Украине, к сожалению, мануальная медицина является, ну, как бы, аутсайдером медицинских технологий. Эта технология практически не изучается. И мало, которые существуют. Значит, что же? Ну, во-первых, это технология, которая основана на эмпирическом опыте. Для нас практика народных целителей – это тот кладезь, это тот источник, из которого мы черпаем свое разновидность и технологии. То есть, ну, не стоит огульно, отрицательно относиться к практике народных целителей, поскольку в практике многих из них богатый, эмпирический, наработанный веками, в тысячелетии, возможно, даже, опыт лечения методом мануальной терапии. И у нас в Бибритровске есть такие народные целители, которые практикуют на территории Бибритровска. Они, конечно, пользуются заслуженным презрением со стороны касты в белых халатах, но, тем не менее, их это не особенно, кстати, расстрация огорчает. Тут огорчает другое, что привыкнув к такому негативу со стороны людей в белых халатах, эти люди, ну, не торопятся расставаться со своими сокровищами в виде технологий, и они очень неохотно идут на контакты, вот, скажем, с медицинской общественностью. Ну, вот у нас в обществе, в городском существует, имеется два народных целителя, которые, ну, они так, кстати, приходят, прислушиваются, присматриваются, но сами не торопятся. Когда же мы, наверное, же пытались одного из них, там, раскрутить, он, покажите, там, расскажи, покажите, он сказал мне, ребята, эти знания я получил от отца, от отца, от деда. Это наша семейная ноу-хау, это наша тайна коммерческая, потому что этим методом наша семья зарабатывала на хлеб на сушку. Поэтому делиться с первым встречным, даже с дипломом врача, я что, не буду. Ну, примерно, это слова-то не слова, но он сказал, что по-другому, но смысл был бы, вот, подлинный такой. Плюс, для того, чтобы стать тостопрапом, вот, моревым целителем, к претенденту подвергался довольно жесткому отвору. Ну, во-первых, его тестировали на природную сенсорную чувствительность рук. Его садили в подвал, давали в руки мешок с разбитым наградчиком, и он в темноте, через, не развязывая мешка, через ткань, через хрубую вот эту мешковину, должен был этот хлебчик собрать. То есть, если ему это удавалось, он считался перспективным, и его брали ученики. Костоправ права ученики. Обучение длилось около 30 лет, ну, 20-30 лет. То есть, он поступал на обучение, там, 14-15-летним подросткам, и 20 лет он помогал Костоправу что-то там делать. Вы же понимаете, что не имея научных, теоретических знаний, там, медицины, анатомии, физиологии, Костоправ многие свои вещи и эффекты объяснял очень метафистически. Складывались определенные мифы, определенные сказки, которыми, вот, по мнению этого Костоправа, можно было объяснить эффект этого приема, этой техники. И эти мифы, эти приемы передавались ученику, вот, в средственные сроки. Учеников было немного, один, максимум два. То есть, такое явление, как 300 человек набор на медицинский факультет в Минакадемию, это нонсенс, не только в среде Костоправ, но вообще в мире. Самый большой набор, это раз 100 человек, и не больше, это самый крупный университет, именно, зарубежный. 300 человек, это, конечно, только Украина может позволить себе плодить в таком количестве врачей, слышим и самым разом. Но не в этом дело. Поэтому эти технологии доходят для нас из глубины веков, вот через практику Костоправа. Во-вторых, эти технологии, они, как я уже говорил, носят донозологический характер. А врача, как вы знаете, учат, ставят какой диагноз? Нозологический. Возьмите НКВ-10, и вы увидите, там какие диагнозы? Нозологический. Поэтому зачем врачу заниматься донозологической диагностикой, которую применить он, а тем более статистически ее как-то специфицировать в виде листа уточенных диагностей, как это называется? Погналовит лист, помогает, да? Он не сможет эту донозологическую диагностику. То есть на сегодняшний день система организации медицинской помощи, в частности в нашей стране, в любви других стран, она не востребует эту технологию. Потому что эта технология донозологическая. Ну, у меня существует еще ряд других проблем. В первую очередь, это образовательные проблемы, поскольку, скажем так, я неспроста в начале лекции сказал о том, что доктор всего марсистско-ленинской подготовки не всегда может понять, от чего идет речь, от чего идет речь, скажем, ну, бесписарно каких-то там затраты мультиных энергий, о чем идет речь. Поскольку те технологии, которые, и та теоретическая база, которая лежит в основе мануальной медицины, она вот в нашей стране в долгие годы была, ну, вот так, под молчаливым каким запретом. То есть официально запрета не было. Вроде бы все было понятно. Но какие-то серьезные публикации, серьезных изучений каких-то научных не проводилось. А та информация, которая поступала к нам из-за рубежа, она изначально носила, кстати, родных, там, проститутки империализма, значит, там, браам, там, поисками врагов народа и так далее. Ну, буквально один пример, чтобы это не было ростовно. В Чехии работает до сегодняшнего дня, еще жив, Карл Лея, Карл Эмиревич Лея, основоположник социалистической школы, ну, как, не так, мануальной медицины в социалистическом лагере. И вот в 16-м году Карл Эмиревич одним из профессоров выступает против советского вторжения, через слова. Естественно, ему какого-то навесили в Советском Союзе? Браам народа. И вот та технология, которую пропагандировал и, ну, как бы, приносил в Советский Союз через социалистическое окно его, что там была стена, железобетонная, а тут было окно социалистическое в Европу. И вот в этом окне свечил Карл Эмиревич. Ну, на него навесили ярлык врага народа советского, антисорельщика. Ему запретили въезд в СССР в свое время. И наши доктора инкогнито, тайно, под вымышленными причинами и предлогами ехали, например, на русическую уезд в Лучхословакию. И там, эту неделю или две, втихаря, опять же, анонимно обучались этой технологии, научной технологии. И приезжали потом уже нам в Советский Союз и рассказывали, что это такое. Ну, вот, буквально пока вы читаете текст, я скажу, что 28-29 июня этого года будет в Санкт-Петербурге будет третий всероссийский съезд мануальных терапевтов России. На Украине нет мануальных терапевтов. И в качестве, ну, как бы, предшествующего события этому съезду будет семинар Кавал Эмири. То есть, кто уже может ездить. Кстати, первый раз в Санкт-Петербурге. Да. Да, кстати, первый его приезд с Харфау с Пучей в 91-м году. Так что он такой знаковая личность. Не знаю, что. Ну, жертву России приедет. Но я хочу понять, не знаю, как это у нас говорить. Хотя он больше всего 8 лет, но он здраво умеет и, в принципе, еще практикует методом, о котором мы сегодня говорим. Я немножко ускорую. Скажите, а что он официально приедет? Ну, поговорим чуть-чуть. Итак, мануальная терапия – это лечение и диагностика при помощи рук. Руки – это уникальный диагностический и лечебный прибор, скажем так. К сожалению, со школьной скамьи студентам к рукам учителя внушают шоу. Что внушают? Нет доверия. Религия – это объективно, а руки – это как? Субъективно. Это субъективно. Все это знают. Ну, это не всегда так. То есть, в противном случае, нужно быть готовы к тому, чтобы диагностировать и лечить. Это надо учить. Это надо. В настоящее время современная мануальная медицина, она многогранна и многопланова. Она включает в себя очень много разных техник и подходов. Здесь перечислен только некатарализм. Это остеопатические техники, хиропатические, приклонная кинезиология, те же массажные техники, которые наверняка вам неизвестны, не используются в ваших лечебных учреждениях. Они тоже могут быть отнесены к методам мануальной терапии. Но это только краткий печень. Всего существует около 80 разных техник, которые, скажем, перечисляя все эти смыслы, у всех есть свои положительные и есть свои отрицательные стороны. Считается, что эти техники возникли более 5 тысяч лет назад в Древнем Китае, в тракторе Хонди Най Цин, где были описаны первые техники лечения руками. Египетские фрески донесли до нас те процедуры, которые выполнялись с тема больного, лекарями того времени, ну, видимо, как там называли, я не знаю, ну, больного, процедура вылезла таким образом. Больной лежал или на столе, или на земле, ассистенты раздягивали его при помощи рычагов специальных и мягких жгутов, а сам костоправ лекарь выполнял какую-то манипуляцию на так называемом осевом органе, то есть самооценных позвоночек тогда еще не было. Вот первые манипуляции в Европе приписываются к гиппокарту. На Украине, на Руси первым досташедшим свидетельством костоправных техник это принадлежит Акапиту Печерскому, монаху Киево-Печерской лавры, который в 11-ом веке применял эту технологию. Но подлинный ренессанс и научное развитие мануальной медицины началось не у нас, а за рубежом в США и связано с именами Эндр-Дэра Стива, американского хирурга, врача по образованию и Девида Паймера, коммерсанта по образованию, скажем так, торговца в ныру, который просто сумел, ну как это все это называется, раскрутить технологию и сам поэтому, конечно, раскрутиться. То есть эти два человека являются более ста лет назад они впервые заставили говорить о мануальной медицине, врачей и общественности, врачей и так далее. Значит, что касается Украины, то мануальная медицина у нас связана с именем Николая Андреевича Касьяна. Вообще-то Касьяна принято ругать в медицинских кругах. Он такой, всякий, и то у него не так, и это не так. Но, наверное, я должен этому человеку, за его гражданский пол, который в свое время, кстати, он совершил, в то время, когда все молчали, когда мануальная за занятие мануальной терапии, можно было лишиться диплома, место работы, попасть в психушку, он об этом говорил, он это применял, и он этим самым привлек внимание, конечно, врачей. Хотя известны и другие коэффиры в мире. Вот, скажем, Калюриев, Ситер, главный мануальный терапевт России, профессор Васильев, роботный французский врач, основатель Международной ассоциации мануальной медицины. За последние годы теоретические представления о действии на тело человека коренным образом изменилось. Это сказано, в первую очередь, фундаментарными работами Карла Леева, Тараси, профессора Хабирова, Васильевой, Лиева и ряда других исследователей, которые применяют. В России и за рубежом издается масса журналов. В частности, в России издается мануальная терапия, издается прикладная кинезиология и существует Международная ассоциация ФИМ Федерации Интернациональной Мануальной Медицины. Это с 58-го года существует эта организация, которая координирует разобщенные школы в разных странах, по-разному подходили к исследованиям научных в Мануальной Медицины. И вот эта школа, эта организация их обменяет и контролирует. Существует несколькая разновидность техник, лечебных техник, мы сегодня говорим только о лечебных техниках, мы сегодня уже не говорим о диагностике, которые заключаются в следующем. Условно их можно разделить на две большие группы. Первая группа это называемые прямые лечебные техники. Ну, прямые и простые, как правда. Знаете, в чем заключается прямая техника? Больной пришел меня болит поясница. Мы бракем его на живот, хватаем его за шел за поясницу и даем и спрашиваем полыть. А он что подарит? Болыть. Ну, потерпи, сейчас мы вправим диск и тебе станет шел легче. Вот это прямая русская техника. Ну, вот здесь понятие европейский массаж, да? В Европе он называется как? Русский. Власне. Русский он называется. Это русская техника. Русский массаж это русская память. Это песня. Это два мужика тискают друг друга, при этом издавая характерные хербарные звуки и от этого все получают что? масса удовольствия. Вот это прямая техника в мануальной медицине. Она в нашей среде является доминирующей по особенностям национального характера. Хотя существует другая техника, непрямая или неделепная. Прямая или неделепная техника. Это техника, которая используется вот тем же Косяном. Вы спрашиваете, хороший мужик Косян? Хороший. Хорошая противника? Хорошая, но не для всех. Чтобы выполнить технику Косяна, надо знать, куда карст и воздействовать. Надо еще иметь пациента, который способен эту технику перенести, восприять. распринять. Косяновская техника возникала среди крестьянских масс, где физический труд от зани до зани было выявленным явлением. Поэтому мышечный каркас крестьянина, с которым работают крестьян и его подобные, был мощный. Но когда приезжает хилый интеллигент с детренированной мышечной системой, где вместо мышцы под левротические условия, эта техника уже может не сработать. Техника хорошая. Пациент немножко не соответствует этой технике. Поэтому разнообразные техники должны быть применены к разнообразным пациентам. И проблема в том, что он всем делает одно и тоже. Вот еще в чем проблема костоправных техник. Что за 20 лет костоправ научился 20-30 приемов, который показал сенсей. все. И на этом все. Остальные 20-30 лет он будет садись. Других кто не знает. Кому это поможет. А может нарваться на остат бороз. Может нарваться на опухоль. Может нарваться на еще какую-нибудь неприятность. вот она уже не поможет. Поэтому техника хорошая. Но у каждой техники есть свои показания. Есть свои противопоказания. определить кому какая техника нужна. для этого нужно медицинское образование. Я за то, чтобы все мануальные терапеты имели как минимум высшее медицинское образование. Но к сожалению жизнь немножко по-другому распоряжается. Какие еще техники существуют? Различают еще ударные мягкотканные техники. когда существуют мягкотканные техники, когда ручное дозированное воздействие наносится на кожу, подкожную плетчатку, мышцы, фасы. На мягкие ткани. Существуют костные или артикуляционные техники, которые наносятся, механическое воздействие наносится на кож или сустав. Чаще всего в нашем регионе используются костные артикуляционные техники. Но в мире наиболейшей популярностью и распространением пользуются мягкотканные техники. Почему? Они безопасны. Они более безопасны. Костные техники более опасны, потому что чтобы произвести движения в суставе каким-то большим сегментом, нижней количеностью поясничной головы, нужно приложить механическое довольно большое усилие. А вот те техники техники очень элегантны, очень менее травматичны. Скажем, да, правильно. Среди костных техник различают ударные техники, то есть когда механическое воздействие на сустав производится при помощи удара. Удара основанием ладони, кулака, ребро ладони, неважно чем. Вот Касьяна работает кулаком, аля Касьян, вот этот Касьяновский удар. Хотя можно бить чем угодно. Есть народные умельцы, которые колотят по спине больного киянками, деревянными молотками, резиновыми молотками, эбонитрами, неважно чем. Бить можно чем угодно. Механический удар, в Африке механический удар. То ли кулаком, то ли киянкой. Почему кулак лучше? Особенно, когда Касьян же не бьет по спине, по спинам, он бьет по своим пальцам, кистальным палам. Поэтому, если он ударил мимо, или сильнее, чем надо, он об этом узнает первую. А если только колотит, а бы попало, то это уже не мануальная терапия, это уже греко-юмская борьба, литик-боксинг, можно сказать. Так что немножко это уже не наше дело. То есть ударные техники, хорошие техники, но у них есть большой минус, они травматичны. То есть сила подносится довольно значительная, время удара минимально, и изменить, если ты промахал, например, или ты попал по степоратически измененным позвонкам, ты уже что? Ну, ничего ты уже не сделаешь. Осложнение получает осложнение. Но это не техника миномаха, это миномат оператор, который это сделал. Если кто-то взял чулок, натянул на голову и пошел наградил банк, то чулок в этом что? Не миновал. Мы не должны запретить чулки. Но в нашей стране, если кто-то берет, именует себя мануальной терапии, и делает шокотом какую-то ерунду, запишет мануальной терапии. Говорит, плохая мануальная терапия. Надо разбираться. Существуют ритмические техники, толчковые техники, когда время механического воздействия увеличивается, и появится толчок корпусом, то ли основанием ладони, то ли большим пальцем, то ли кулаком, то ли креста, разным приемом, неважно. То есть это толчковая техника, она менее травматична, но она менее эффективна. Существуют еще так называемые позиционные техники. Позиционные техники в последние годы именно они получили широкое распространение и широко изучаются и рекламируются, не рекламируются, а пропагандируются, поскольку при выполнении позиционных техник фактически работает не мышечная сила врача, а сила тяжести сегмента тела самого больного. То есть врач при этом тратит минимальные усилия, он не потеет, не покрывается диспадемой, он может даже не материться при этом. Для больного собственный вес не является агрессивным шокирующим фактором стрессовым, и поэтому эта техника позиционная она более применяемая, травматична, но не всегда эффективна, поскольку требует и от больного, и от врача определенного подготовки, ну даже не терпения, определенной подготовки. Какой, когда я буду демонстрировать, я потом скажу, когда-то будет практическая часть нашего занятия. Здесь показаны основные приемы, могут выполняться в положении сидя, споря, лежа, могут выполняться длинными рычагами, когда с головой работали, могут подняться в виде коротких ключевых. Какой же применяется в основном приема мануальной терапии? Здесь только некоторые показания перечислены. Я бы сказал, что арсенал применения мануальной терапии гораздо шире, но я выбираю только те, которые на сегодняшний день, скажем, не вызывают особых возражений. Это болевые вортепрогенные миофасарные синдромы, это нарушение статика локомоторных патронов, в виде отрушения осанки, сколиозов и так далее. Это отрушение воркозилляторного кровообращения, хотя неврологи категорически этому возражают, но это не проблема. Я в этом не вижу. А также воркозиллятор проблем, связанные с неврологической дезорганизацией. Наиболее перспективным направлением развития мануальной терапии является пропагандой применения так называемых мягкотканных техник. Они очень похожи на массажные техники, поскольку это практически одна и даже разновидность, но принципы их применения, они немножко отличаются от принципов классического европейского массажа. Там принцип линейное движение по ходу линейное методом. Здесь есть другие принципы, о которых может быть позже скажем. Под мануальной технике есть противопоказания. Это общие, хотя есть частные. Это полкуполит, это воспалительные заболевания в области, где вы планируете работать. Это остробороз, острые травмы, это психические заболевания и я бы еще назвал еще одно противопоказание, которое здесь не поместилось. Есть еще одно противопоказание, которое я здесь не написал, но вам хочу озвучить. Противопоказанием к мануальной терапии является первое негативное отношение больного к методу лечения и второе неумение создать между врачом и больным психоэмоционального контакта, комфорта. Сейчас я пытаюсь это объяснить подробно. Что такое, если у больного нет психологического положительного настроя на саму процедуру? Часто это бывает, когда к нам пациент попадает после лжи псевдо-мамуального коробекта. То есть его подвал политического ему было при этом что? Очень больно он рассказывает я у меня слезы лили, все сознание теряло рассказывает да, действительно такое бывает. Но это не мануальная терапия, а это мазохизм это называется вообще. Мануальный приманка такого не бывает. Но у больного в голове уже возникла нейрологическая что? Дезернодеза, это доминанта возникла на боль. И даже если вы будете с ним работать самыми мягкими техниками, самыми позиционными техниками, он все равно будет ухоженный, напряженный, негативно настроенный. И очень много времени при работе с такими больными приходится уделять не мануальной терапии, а психокоррекции. Просто беседа рассказываешь, вот так-то-то. Ну, в общем, это же не мануальная терапия, это сфера другой деятельности. Но приходится заниматься, поскольку человек пришел с проблемами, которые ему навели. Иногда приходят мне после маналы, терапевтопал, после, скажем, там, нуропатологов, ортопедов, они приходят со стыканными ягодичными мышцами, раздутыми от обилия витамина B12, эстракталлори, которые туда реперинах натискали. Конечно, мышца после этого что делает? Рыба мышца, в том числе ягодичная. Что она делает? Она скукозивается, а потом она практически растягивается и уже включаться в движение она совершенно не может. Поэтому это катастрофа, когда больные приходят, скажем, приходят через 2-3-5 месяцев лечения в нейрологическом отделении, в стационаре. Это катастрофа. лечения в нейрологическом лечения. Ну, такое обычно приходят через 5-8 месяцев. Статистика говорит о том, что мануальный терапевт у больной приходит через 5-8 месяцев. Но я хочу, упоминал, что мануальный терапевт работает на функции, он работает на неврологической дезорганизации. А если больной 5-8 месяцев получал реперина внутри попочно, то вы представляете, что случилось с неврологической дезорганизацией. Поэтому помочь такому больному очень сложно. Я лично не люблю таких катастрофических, которые приходят после кого-то. И другому мануальный терапевт, или ортопедов, или мавропатологов высокопомочь несложно. Объектом воздействия мануальной медицины является функциональный патобиомеханический нарушение. Если больной 5-8 месяцев лежит на койке, ему колят что-то там, что-то там, его там инъекции, блокады, то это функции нарушить функциональные нарушения, конечно, за это не успевают грицеструктурные и помочь такому больному гораздо сложнее. И второе противопоказание, которое я говорил, это если между врачом и пациентом не сложился при первых минутах контакта психоэмоциональный контакт. Ну бывает. Знаете, пришел к вам на прием вампир. Приходят вампиры на прием? Приходят вампиры или нет? Когда я был, приходили каждый второй был вампиром, если не чаще. Он пришел с целью доказать вам, что вы нехороший человек. И для этого он принес там что-то там. Вот если вы видите, что я понимаю, что когда ты работаешь в структуре государственного здравоохранения, то с вампирами бороться просто невозможно. Вампир в главном врачу в заходе деления пишет телегу, и он тебя воспитывает на полную помощь. Но к счастью, мануальные терапевты лишены такой радости. Общение с вампирами попадается, но гораздо реже. Поскольку с ней вижу, что у нас больным имеется психоэмоциональный такой дисбаланс, я скажу ему вот рецепт, вот рецепт, вот аптека, вот направление экономики рога, идите, только меня не трогайте. И это правильно. То есть лучше потерять в финансовом плане, чем потерять психоэмоциональный. Бывают другие ситуации, когда больному не нравится ваш фейс. Барна, голос, он не может трилаксировать, он не может расслабиться, он не выполняет ваши рекомендации, повернуться и так далее. То же, если вы видите, что хотя казалось бы нормальный человек с высшим образованием, интеллигент, руководитель какой-нибудь. Ну бывает. Но если вы видите, что у вас нет контакта с вашей стороны лучше расстаться. Потому что больные подспудно все это чувствуют. У вас теряется чувствительность в руках, вы теряете свой координационный этот навык. И это, в конечном итоге, скажется на результатах вашей работы. И конечно, тогда результаты будут не очень хорошие, и лучше они не получают. Существует много разных техник этой техники работы даже с шейным отделом, с поясничным, с шейным отделом, с грудным отделом, с мягкими тканями, с суставными периферическими. Их много, они разные. Их количество в разных школах значительно варьируется. Но смысл всех приемов это их клинических эффектов. То есть, на что мы можем рассчитывать и применяем мануальную терапию? В первую очередь, это аналогизирующий эффект. В чем суть аналогизирующего эффекта? синопс медиатор, помните, да? Неводорочная передача. Если мы раздражаем какую-то часть тела, медиатор, что делает в пляжах? Разгладывается, выделяется, расгладывается, разрушается ферментом, и дальше передача уже не идет. То есть, истощается. То есть, за счет истощения аналогизирующих механизмов, нотсоцептивных механизмов. Плюс, за счет активации антиноцоцептивных механизмов. То есть, выделяются опиодные гормоны в подкормовых образованиях, энкефаления и так далее. Релаксирующий эффект, за счет релаксации мышечных групп, улучшения микроцикуляции, реологических свойств микроцикуляции. За счет стазболитических эффектов, за счет расформления скелетной, балансовых гладких мускулаковых эмунологических эффектов, за счет изменения количества иммунокомпетентных клеток в тканях организма, психотерапевтический эффект. Я уже буквально на двух психотерапевтический и биомеханический эффект я остановлюсь более подробно. Значит, мануальная терапия это цифр. Ну, или театр, как хотите. Вот если кроме пришел в больницу, которому пять месяцев рассказывали следующую сказку, что у него выпала грыжа, что больше трех килограмм ему поднимать что? Нельзя. Что работать ему нельзя. Что рожать ей, например, тоже нельзя. Что любить тем более нельзя. Ну, понятно, да? Что впереди у него инвалидность и только стул перцовый может этому больному что? Он может. Плюс пять-восемь месяцев этот больной в той или иной степени маялся хроническим болевым синдромом. Далее перец снимал, он погрещал на какое-то время, в какую-то степени, но больно сохранялась. Поэтому крыша у такого пациента за пять-восемь месяцев что сделала? Поехал. Это нормально. Усерд поедет от ненавязчивого сервиса здравоохранения в нашей стране. И вот когда такой пациент приходит к мануальному терапевту, надо сделать все возможное и невозможное, чтобы эту крышу хоть карто поставить туда, она должна стоять. Для этого каждый мануальный терапевт сходит с ума по-своему. Это возможностей. Кто-то поет псалумы есть такие у нас карифеи. Во время сеанса поет там «Он, живешь, живешь, живешь». Классно, да. Ради Бога, если больному это легче стало, то какие проблемы. Другие включают классическую музыку, там «Баха». Больное от этого улетает. Прекрасно, это отлично. Третье включают записи церковного хора, например. Пятые воскулируют ладан Если он вам пришел в 9 часов утра и у него надпочечники только выбросили в первую порцию гормона, то анекдотом похабным вы его что? Не расслабите, не возьмете вы его, потому что-то другое. Что? Это уже дело техники. Но в любом случае процедура мануальной терапии должна быть обставлена, ну вот, как-то не так, как, скажем, в поликлинике прием. Не должно быть каких-то шаблонных фраз, шаблонных там раздевательств. Я занят такой вот, такой занятый, вот я такой весь навороченный, быстренько раздевайтесь, так, у вас зарызер, на операцию, все, до свидания. Вот, должна быть, ну, даже если больного может просто рубиться, чем вот так, да, должна быть, если это вот шаманство, я в хорошем смысле этого слова, больной должен прийти и понять, что да, наконец, он пришел туда, где ему поможет, он нашел того, хотя, может, это и не так, но, ну, знаете, лошадь его спасения, она, конечно, оправдывается. А иногда она даже, уже она помогает. То есть, если вы пациенту говорите, что слухи о том, что ему рожать, что, противопоказано, преувеличены, слухи о том, что ему поработать нельзя, преувеличены, что его продлило совершенно не связано с этой грыжей, которая у него случайно дожди на, 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 на том томографии, такое тоже бывает. Что вы же сама по себе, а про вы же сам по себе. Чаще всего, но это и бывает. То уже это вселяет какую-то веру у человека. Он, по крайней мере, он обретает мышление нормального, незакравленного зверя, которого забывали, чтобы развести на риокерин, на операцию, на какую-то сумму там. А он видит, что вы хотите ему помочь. И в этом интересы его и вашего совпадают. Это уже психотерапевтический эффект, о котором надо говорить, поскольку, скажем, в стенах государственного учреждения, которое подчиняется другим законам, мягко говоря, вот этот психотерапевтический элемент лечения у мануального терапевта реализовать невозможно. Потому что придет рамный врач, придет начмель, придет за поделением, и всю вашу пирамиду психотерапевтическую один миг что сделает? Снесет. Он зовет поделение, а там папа в ладаном, вместо мочой и борщом. Вы представляете, что он уже не влогает, например? Что скажет сам поделение? Базар. А когда он это услышит, и тогда вся ваша пирамида развалится, и тогда вам не важно, что будет делать, а что нужно будет решать с этого интеллекта. Почему мануальный терапевт, генеролога не любят работать с учреждением? Да не потому, что у них там не сложилось, не сложилось. Чаще всего, и такое бывает, но чаще всего причина в другом, что вот эта психотерапевтическая процедура, она крайне не может быть реализована в стенах казармена казенного учреждения. В частности, ланица или политика. И, наконец, биомеханический эффект. В чем суть? Ну, когда у меня больные спрашивают, доктор, а что же все было, вышел стан с рукой, а потом шел стан? Лусло. Лусло. Вышло, да. Могу царить диск правильно. Ради бога. Нет проблем. Если больному легче, от того, что я ему правил диск, я ему говорю, я вправил. Ну, хорошо. Но, на самом деле, там совершенно никакие вправления, ничего встали поиск. Что щелкает в момент процедуры манипуляции? Это, так называемый, феномен кавитации. Существует много разных теорий, почему и что щелкает. Я расскажу только одну из них, которая, на мой взгляд, является наиболее аргументированной и наиболее доказанной. В полости любого синавиона сустава находится жидкость, синавиальная жидкость. Она по типу, как сметана. Она не жидкая, как вода. Она как сметана, такая густоты. Ну, как жидкая сметана. В ней рассвоен газ, азот. Азот. Именно. И вот когда мы производим движение в суставе, в любом. Вот я хватит пальцами, я могу упустить и позвоночника. В любом. И вы можете это. Это нормальное физиологическое явление. Хруст в суставе – это нормальное физиологическое явление. Это я еще раз повторю, чтобы все запомнили. Хруст в суставе – это нормальное физиологическое явление. Тебя, минуточку. Можно я отзываю? Это нормальное явление. О чем он говорит? Он и говорит о том, что произошло движение, объем полости сустава увеличивается в момент движения, она увеличивается полностью. Давление внутри синавиальной жидкости, что делает? Полости падает. И вот когда вы открываете шампанское и слышите, что хлопок, почему хлопок? Потому что газ, СО2, растворенный в вине, моментально что делает? Успегивается, кандитация происходит. Вот нечто аналогичное происходит в полости сустава. И мы слышим, что щелчок. То есть это нормальная физиологическая являет. Но если ваш, примерно 30-40 минут после кандитации, сустав не щелчок, вы правильно заметили. Почему? Потому что нужно время, чтобы НО, нет, Н2, а что он снова растворился в чем? В жидкости. Примерно 30-40 минут. Поэтому если вы через 30 минут еще раз попытаетесь вызвать этот феномен, то у вас ничего не получится. А придет час-полтора, и вы опять будете со всей суставами, как и все равно. Поэтому хорошо, если я у меня хрустил, это хорошо. Это хорошо, я еще жив, что у меня все движется, объем движения превышает, скажем, какой-то среднестатистический. И это хорошо. Но другой разговор, что если больно говорит, что у меня хрустит, и это сопровождается болью, болевым синдромом, что это сопровождается чтепитаритативными нарушениями. Вот это уже повод задуматься. Это уже повод рискать патологию. Но не всегда эта патология будет в суставе. Поэтому если у кого-то хрустят суставы, не надо поводить суставы, это еще ничего не говорит. Часто приходят больные, говорят, я вот двигаю плечом, к примеру. Почему плечом? Обе движения прошли. Вот он продает рука, поэтому... Хотя, может быть, колено может хрустить, сушу вода может хрустить. Вот у меня хрустит. Ну и что вы делаете? Да я видел картопеду, и он мне сделал что? Пармогол. Пармогол. Прекрасно. Ну это вообще... То есть, тут вообще никакой логики... Ну я понимаю, логика забрала, и все. Другой логики не подвижим. Это нормальный физиологический руль. Другой, если больной уговорить. Что я вот провожу движение, у меня появляется хруст, и потом болит боль. Вот тут надо разбираться, почему болит. То и действительно это сустав, могут быть изменения. То это могут быть в мышечном аппарате, то это в связочном аппарате, то это нервные сосудистые пучки, которые здесь возобили. В этой области. Вот надо разбираться. И работать уже не с суставов, а с другими структурами. Нет, а не просто хрустит. Не жалов. Значит, если просто хрустит, и это не сказывается на способности, то пускать. Пускать речи. Более того, надо заниматься просто какими-то гаидеющими упражнениями, чтобы объем движения... Ну и чуть-чуть, чудесно пускать. Это значит то, что вы еще живы. Значит, есть два признака, что вы еще живы. Это когда ты салфутом у тебя все помыть, значит ты жил. И второе, салфутом у тебя все грустили. Это другие, другие, другие... Все. Так, и наконец, то есть грино-механический эффект, это больше ортопедический компонент. Но основной эффект, конечно, в мануальной миссии, это нейрофизиологический. Это стимуляция экстра-проприоинтеррецепторов, о которых мы говорили на первом занятии. Я на этом уже на росте не могу. Так. Клинические эффекты, так, понятно. Общий проект. Итак, как должен выглядеть сеанс мануальной терапии? Во-первых, удобное положение, как для врача, так и для пациента, чтобы максимальная релаксация. Комфортные условия, температура, тепло и так далее, освещенность. Хорошая фиксация больного, свободный доступ. Фиксация, но чаще всего в нашей стране работают на 100%.